Всем привет! Меня зовут Полина и я рада приветствовать вас на канале книжного интернет-магазина «Лабиринт». И сегодня мы с вами поговорим о самых интересных и нестандартных героинях мировой литературы. И начнем мы с Элизабет Беннетт, героини романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Писательница начала работу над этой книгой в 21 год, однако сразу опубликовать роман не удавалось. Издатели отказывались от рукописи 15 лет. Почему? Элизабет Беннетт, сильная женщина, обладающая критическим мышлением, способная пойти против правил, установленных обществом. Элизабет намного опередила свое время. Скорее всего, читатели-современники не готовы были принять такую героиню, но сегодня она стала для многих образцом, на нее равняется, ее считают идеалом женщины. Так Джейн Остен и ее романы об Элизабет Беннетт опередили свое время. А теперь перенесемся во времена, которые были для Элизабет Беннетт тем самым будущим. Поговорим о романе Сильвии Платт под стеклянным колпаком. Роман во многом автобиографичен. Это история Эстер Гринвуд, девушки из провинциального городка, которая получает работу в престижном Нью-Йорксому журнале. Напоминает историю Золушки, не так ли? Только за успехом, блеском и гламуром столичной жизни Эстер все сильнее чувствует усталость и одиночество. Что же необычного в Эстер Гринвуд? Эта героиня стоит на перепутье, ей приходится делать выборы, которые не привносят в ее жизнь гармонию. Сможет ли героиня Сильвии Платт найти себе место под этим стеклянным колпаком? Или же ей придется его разбить? Ответы на эти и многие другие вопросы и предстоит найти читателю. Чимаман Дангози Адичи и ее Американха. Это большой роман об истории, об отношениях и обстоятельствах. Это огромный и удивительный мир. Ифамела, главная героиня, успешна и популярна. Мы видим, как она, прибыв из Нигерии, добивается места в американском обществе упорным трудом и собственными силами. Способна ли чужая страна изменить человека или от корней невозможно избавиться? Об этом роман Чимаманды Адичи. Женщины Афганистана находятся во власти жестоких нравов, обстоятельств и общественных условностей. Рахима, главная героиня романа Нади Хошими и жемчужина, сломавшая раковину, одна из них. Бача-пош – это древняя традиция, благодаря которой Рахима может переодеться в мальчика и вести себя как мальчик, пока не придет возраст вступления в брак. Думаю, вы и сами уже прекрасно понимаете, что это роман о сильных женщинах, о праве распоряжаться собственной жизнью и о правах женщин вообще. Нади Хошими предлагает ответить на вопрос, можно ли разорвать этот порочный круг. Нестандартные героини – это не всегда одиночки против всего мира. Лена Ферранте в своем неаполитанском квартете знакомит нас с множеством героинь, чьи образы складываются в единую картину – в мозаику под названием «Женская дружба». Размышления над штампами, оттенки ревности, несправедливости, любви, соперничества, своеобразная деструктивность некоторых женских отношений – все в книгах Ферранте. Лизбет Саландер, покрытая татуировками, жаждущая справедливости, сильная духом и физически девушка. В новом исполнении. Недавно по книгам вышла, нет, не очередная экранизация, а графическая адаптация. Красивый, мрачный, детальный комикс, который расскажет нам очередную историю совместного расследования экстравагантной хакерши и журналиста Микаэля Блумквиста. Для многих, кстати, Лизбет Саландер стала идеалом. Обязательно напишите в комментариях, какой образ героини вам ближе – образ в кино, книжное исполнение или комикс. Облетаем солнце едва ли не в буквальном смысле. Роман Полы Маклейн так и называется «Облетая солнце» и основан на реальной истории Бэрил Мерхам. Она стала первой женщиной, пролетевшей в одиночку Атлантический океан с востока на запад. Женщина-пионер авиации, чья история вызывает восхищение, желание быть первой и оставаться собой в мире, где твои поступки могут воспринимать со смехом, и скепсисом. И завершает нашу подборку собрание историй женщин, изменивших мир. Дерзкие Пенелопы Божье – это комикс, внутри которого вы найдете 30 проиллюстрированных биографий реально существовавших женщин – актрис, спортсменок, революционерок, певиц, изобретательниц, астронавток и многих других. История каждой из них вдохновляет делать и создавать то, что действительно важно. Вот такая у нас получилась подборка книг о сильных и нестандартных героинях. Обязательно пишите в комментариях, какая книжная героиня вдохновляет именно вас, и самое главное почему. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, впереди много интересного. До скорых встреч!